здравствуйте рад приветствовать вас на моем канале перед вами груша пирамидальной кроны узкая узкая крона и высокая метра почти 3 можно ли ее разложить или как вообще ее обрезать сейчас мы рассмотрим как бы два варианта этот вариант разложим ветки по 40 сантиметров всегда отрезаем здесь 40 отрезали оставили вернее здесь 30 оставили и вот на такие коленца мы всегда обрезаем для того чтобы ветка была упругая и выдержала урожай нет никакого порядка как бы разрежена ярусная форма ветвей один нюанс что эти все ветки они получаются как бы маленькие в данном случае маленькие потому что очень близко посажено если бы дерево было свободно растущие то эти ветки были бы еще пол метра метра на метр шире и дерево было бы более овальной форме и так чтобы узкую крону разложить постоянно ежегодно обрезаем путем перевода путем перевода в разные стороны можно обрезать так данном случае обрезал выше чтобы кольчатки оставить что был бы был еще урожай и потом однолетний побег еще обрезать на почку на вне все что идет внутрь или мешая другим ветвям укорачиваем здесь был сделан срез ветка пошла сюда опять здесь сделан был срез потому что она пошла вверх пошел побег в бок пошел побег вверх верхний убираем боковой укорачиваем на те же 40 сантиметров здесь урожай у нас будет ветка осталась более упругого то есть отодвинули то же самое здесь в прошлом году обрезали возле среза пошел жировик жировик убрали веточку обрезали все обрезали на в прошлогодние древесине будет уже цвести на однолетние плодовые почки только закладывается побеги которые более пологие обрезаем оставляя 30 сантиметров растущие внутрь убираем или полностью или на два пальца шириной для того чтобы образовывались вот такие варианты выйдут 2 2 побега и одна кольча . один побег мы кольцуем на два пальца этот 30 сантиметровый можно оставить потому что всего 30 сантиметров и так все ветки если внутри кроны уже очень густо получается то тогда можно некоторый из веток прорядить невзирая на то что есть плодоношение в таких случаях мы кликанули в прошлом году вышло два побега один убрали один остались сантиметров 25-30 такие после клика одиночные побеги сантиметров до 30 не трогаем обычно на концах этого побега есть цветочная почка в будущем в следующем году он нагрубеет и на нем будет вот так вот кольчатки распространяться и дальше еще пойдет однолетний побег в этом году уже к примеру который с кольчаткой делаем так однолетний побег всего на два пальца чтобы в основном было плодоношение и дальше не росло вверх не загущало крону еще пример веточки был сделан средств пошло несколько побегов на четвертый или на третий обрезаем отодвигаем от ствола ветку дальше так мы и разлаживаем дерево одну немного укоротим до около 40 сантиметров оставим в данном случае центральный проводник останется можно сделать сразу чашей когда есть у нас несколько скелетных ветвей и центральный проводник просто у основания убирает оставляется 45 скелетных еды и сразу же вам чашу эти скелетные ветви разворачиваем переводим в стороны чтобы осветлить центр на случай дерево я немного разлаживается потом меняются следующая на очереди эта ветка эти останутся чтобы центр был свободен и он всегда зарастал иначе для примера здесь ничего нет потому что охаляется эту мою уберем вот общий вид повторюсь для тех кто хочет чашу для чаши уровень пояса начинается разветвление центральный проводник есть потом где-то на четвертый пятый год центральный проводник убирается скелетные ветви готовые уже остаются в общем данном случае чтобы сохранить максимальный урожай я оставил некоторые однолетние приросты оставил двух трех летнюю древесину на которой урожай вот эти почки и много новеньких побегов которые будут развиваться грубеть а постепенно старые убираться и так дерево будет обновляться спасибо за внимание с вами был виталий орех до свидания